Вы только посмотрите на это. Отвратительно, не так ли? Наверное, какой-то очередной Урал или Элита. Ну, кто же еще может такое убожество придумать? Наверняка подумали многие из вас. Но на самом деле, друзья, здесь сейчас не было ни одной советской гитары. Это все японские и европейские электрогитары из 60-х и 70-х годов. Так уж принято считать, что если гитара выглядит страшно, непривычно, то по-любому она собрана в совке руками пьяного сборщика мебели. А, конечно же, все это результат просто, ну, некой, мягко говоря, неосведомленности и предвзятости. Просто вы привалов не в курсе. Или как нам было у Стругацких. Мы привыкли к самым популярным и известным формам электрогитар. И они нам кажутся единственно правильными. И любое отклонение от вот этой нормы для нас уже уродство. Эти гитары выглядят для нас страшными. Так давайте же окунемся в удивительный мир винтажных электрогитар 60-х и 70-х годов. Если вы смотрели девятую часть энциклопедии гитарного звука, то вы знаете, с чего все начиналось. До 50-х большинство электрогитар были похожи на акустики. Ну, по сути, это и были акустики, либо джазовые банки с установленными магнитными датчиками. И Лео Фендер в начале 50-х показал своим телекастерам, что электрогитара в принципе может быть любой формы, лишь бы на ней удобно было играть и она круто выглядела на сцене. В космические 60-е чего только не появлялось. Дико консервативные Гибсон выпустили FlyV, SG, Explorer, Firebird. И если для Гибсона это был некий такой эксперимент, который, к слову сказать, тогда провалился, то европейцы и японцы отрывались по полной. Друзья, сегодня вы увидите много странного, но все-таки большинство японских гитар это отличные современные инструменты. Например, как Yamaha RJX 421 из 90-х. Это классический Суперстрат. Удобный корпус со всеми необходимыми вырезами, тонкий гриф, 24 лада, 2 хамбакера, сингл и флодроуз. Именно такую гитару разыгрывает сейчас Keith Music. А условия очень простые. Участвуют все, кто совершит любую покупку от 2000 рублей в октябре. И не забывайте использовать промокод HardSound для получения скидки 5%. Все подробности в описании. Для начала посмотрим японские гитары от компании Gaia Tone. Ну, да, здесь реверсный корпус, но в целом все выглядит более-менее классически. За исключением разве что за чем-то здесь фломастером, видимо, когда-то приписали гибсон. Зачем, непонятно. Но, тем не менее, в целом это выглядит как нормальная гитарка с P90 синглами. Это она же, но уже здесь логотип нормальный, Gaia Tone, без приписки гибсон. Шикарная, кстати, гитарка. Выглядит офигенно. Я на такой играл. Не помню, как модель называется. LG 170 или 175. И тут два интересных момента есть. Во-первых, это вот эти металлические накладки. Они кажутся толстыми, но на самом деле они такие выпуклые. То есть они внутри с пустотами. То есть это такая выгнутая банка. И обратите внимание на вот эти вот переключатели. Я знаю, что многие считают, что только на Уралах, Айлитах и прочих советских инструментах были огромные выключатели. Якобы инженеры не могли ничего другого придумать и ставили выключатели обычные бытовые для включения-выключения света. Либо каких-то бытовых приборов. Вот, друзья, инструмент из 60-х. Просто вам напомню, что тот же Урал, знаменитая, самая знаменитая советская электрогитара, был сделан в 75-м году. Где-то через 10-15 лет после выпуска вот этой гитары. Вот тоже прекрасный инструмент. Он выглядит, кстати, тоже весьма классически. Здесь есть интересные переключатели. Видимо, какие-то режимы переключают. Но в целом все более-менее классически. Вот это уже, да, врывеглазная, конечно, история. Я молчу про форму головы, про корпус. Но есть тоже два интересных момента. Во-первых, обратите внимание на вырез. Он появился на этой гитаре за много лет до Ваевской, Ибанезовской подписухи, до джема. И второй момент, это вот эти звукосниматели. Ничего они вам не напоминают? Никакие советские датчики. Но дальше будет еще интереснее. Вот тоже прекрасный инструмент. С такими же, кстати, большими тумблерами. С P90. Все клево. Тоже такая забавная гитарка. Кстати, это оригинальный пигард в шотландском стиле. С огромным переключателем датчиков. И с пластиковым, обратите внимание, не по порогам, подставкой. Пластиковая подставка под струны. Тоже такое а-ля телекастера. Но это все красивые, клевые гитарки. Ну, вот это, собственно, та гитара, про которую я говорил, на которой я играл. Тоже, кстати, с пластиковым порогом. Что удивительно. Ну, вот это уже напоминает некие советские инструменты. С вот такой головой, с окантовочкой. Но, повторюсь, это гитара из 60-х. Вот это вообще клево. Ну, такую голову мы видели. А корпус, конечно... Вот серьезно, вот это показать человеку, который никогда не видел эти инструменты, он скажет, что явно что-то совковое. Это просто шик. Это просто шедевр. Синглы, скорее всего, включаются как хамбакеры, иначе бы их рядом не ставили. Машинка, вот этот вот урок прикольный. И голова, которая очень напоминает головы от советской Аэлиты 2. Именно от второй версии у меня такая гитарка была. Вот прям очень-очень похожа. Сколько здесь ладов? Здесь 19 ладов, что ли? Так, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ладов. Ну, кстати, симпатичная гитарка, чем-то обводами похожа на автомобиль из тех же 60-х. Давайте посмотрим, что еще есть. Интермарк, Центинел, Центинел, Кафер, не знаю, как правильно читается. Тоже гитарки из Японии. Форма космическая. Назовем это форму космическая. И куча переключателей. Опять же, вот кто угорает, что на советских гитарах, что на Урале куча переключателей, там, для запуска ракет, вот это вот все ваши приколы. А раз много переключателей, то там можно собрать микрокомпьютер. Вот, 60-е, Япония, 6 переключателей. Дальше, Tiesco, достаточно известная фирма. И здесь у нас, конечно, уже без комментариев. Типа джазовая, джазовая полуакустика. И я так подозреваю, на самом деле, что гитара довольно дорогая, потому что выглядит она прямо так с отделочкой, вот прям со всеми делами. Здесь какой-то надписью. Думаю, был дорогой инструмент. О, это инструмент со встроенным усилителем. Вот это вот такая опухоль здесь. Это встроенный динамик, там усилитель, видимо, батареечки были. Возможно, кто-то из вас видел такую советскую электрогитару тоже со встроенным усилителем. Только там, по-моему, динамик сверху был, а здесь снизу. Даже боюсь представить, сколько такой инструмент весел. Вот эта гитарка, кстати, два интересных момента есть. Жалко, в нормальном качестве у меня ее нет. Ну, может быть, я найду, вставлю. А, во-первых, здесь и корпус, и корпус, и гриф похожи на некий Шектор. Я не помню, как модель называется, но вот и голова, и корпус. А прямо вот реально Шектор отсюда слезал. Вот такая вот прекрасная гитарка. Достаточно компактная. Ну, да, вот опять же, вот эти переключатели. Голова просто вырвеглазная. Тиеская. Я не знаю, кто у них это сочинял. Вот, такая же история. Вот, вот эти датчики. Ну, скажите, что они не похожи на те звукосниматели, которые ставили на Урала, Элит и другие советские гитары. И опять же, вот эта вот голова, которая у меня ассоциируется с каким-то Шектором. Опять эта голова сумасшедшая. Опять четыре переключателя. Еще пятый дополнительно. Четыре сингла. Ой, ой, вот эта лопатка. Тут даже не стали струны натягивать. Но выглядит она, конечно, убогенько. Вот, симпатичная, кстати, гитарка. Опять же, с этими звукоснимателями. Я не помню, как-то они назывались. Я, по-моему, их даже отдельно можно было купить. Но, может быть, я путаю. И вот здесь тоже вот машинка. Очень похожа на то ли Урал, то ли Аэлита. Короче, куча параллелей. Эти же звукосниматели. Опять же, вырез для гитары. Ваю, привет. Все это было до него. Дальше идет такая гитарс. На самом деле, эта компания известна больше, по крайней мере, у нас известна своими копиями стратокастеров, телекастеров и люсполов. То есть, вполне такие обычные копии из 70-х, 80-х. То есть, классический такой японец за 500. Но, такая делали не только классические формы. Были у них еще вот такие вот истории. Я не знаю, что это. Опять же, вот эти звукосниматели. Я найду даже фотки, на что это похоже. На какой советской электрогитаре был вот такой бридж. И вот эти датчики. Ну, возможно, они у нас были чуть пошире. Но, серьезно, просто один в один. Такие же огромные переключатели. Хотя, вот мы видели на других гитарах, то есть, были переключатели маленькие, миниатюрные. Возможно, я просто предполагаю, что возможно, вот эти здоровенные тумблеры ставились, клавиши их можно назвать, а ставились для удобства переключения. Чтобы не искать там микрик, что-то там переключать, как-то пытаться его сдвинуть. А для того, чтобы так нащупал пальцем, щелкнул, и как бы все сразу понятно, переключилось или нет. Кстати, да, обратите внимание, скорее всего, это оригинальный джек. То есть, на всех этих гитарах, в отличие от советских, 5-пиновых динов здесь стояли уже джеки. Ну и похожая гитара. В смысле, похожа своими сумасшедшими формами. К сожалению, фотка не очень. Тоже наклоненный датчик, как она предыдущая, но другие датчики уже P90, либо их прототипы. Кстати, красивая голова, и я так думаю, довольно дорогой инструмент. Обычно, вот когда такие отделки на инструменте, то есть там перламутр и прочее, то это инструмент такой типа топовый уже. Прям люхарий, люхарий инструмент. С такой вот машинкой здоровенной, с рычагом. Ямаха. Ну, ямаховские копии Лисполов, Стратов и Телекастеров, я думаю, многим из вас встречались. А также вот эта вот классическая гитара, с которой, собственно, срисован Урал. Единственное, что у Урала практически все реверсно сделано. То есть, голова такая же, а вот корпус там реверсно у нас развернут. Ну и меньше вот эта вот выпуклость. Вот, а это инструмент 66-67 года. SG-2 и 5А. Оно вы можете, в принципе, найти побольше фоткой. Я просто первого павшуюся нашел. Она вот в том же стиле, вот в стиле 60-х. Но вот это, конечно, прям банана модель, по-моему, называется, да? Да, банана. Япония, 60-е. Уже вот этот логотип ямаховский, всем нам известный, с камертонами. Что у нас еще есть? Эко. Эко это уже Италия. В Италии тоже делалось много интересных инструментов. И, кстати, они вот как-то даже больше похожи вот некоторыми обводами, вот такими вот окантовочками на советские инструменты. Ну, в целом, опять же, все в том же духе 60-х. Вот, тоже красота. Я не знаю, вот я много раз видел вот этот корпус, именно дерево. Вот напишите в комментариях, что это. Это такое дерево или это какая-то фанера переклеенная? Потому что выглядит, конечно, интересно. Ну, вот тоже такая интересная голова. Такие, ну, несколько топорная форма у Эко. Это, это вообще... Я даже не знаю, как это комментировать. Это типа тревел. То есть, это, наверное, один из первых тревелов. То есть, безголовая гитара. Здесь какой-то, я не знаю, возможно, механизм как-то отстегивается куда-то. Он там перекидывается. Либо это телефонная трубка там, я не знаю. Но вот такой был инструмент. Вот, это у нас более такой классический уже. Тоже с такими здоровенными кнопками. С большой машинкой массивной. С вынесенным, кстати, регулятором. Регулировкой анкера. Все как надо сделано. Ну, и с очень, конечно, такой стрёмненькой головой. Это итальянский Эко. Ну, и, друзья, в Америке тоже делали странные инструменты. Многие из них, я думаю, вам уже попадались. Это, конечно же, данные лектора. И одни, наверное, из самых странных инструментов по конструкции, по звуку. Вот это, например, по-моему, мензура здесь стандартная. Но на гитаре 30 ладов, если я не ошибаюсь. Или 30, или 31. Мне даже, честно говоря, лень считать. Вот эти вырезы, конечно, сумасшедшие здесь абсолютно. Ну, очевидно, для доступа к верхним ладам. И пришлось здесь из-за количества ладов прямо вот в упор ставить два звукоснимателя. Здесь два интересных момента. Во-первых, корпус, такое ощущение, что вырезали дома на коленке лобзиком. И второй момент – это количество ладов. Меньше я не видел. Ну, то есть, по сути, это гриф, наверное, ближе к акустическому. Вот, тоже у нас интересная вот гитарка. Вот о чем я говорю. Это, ну, корпус здесь Дан Электро. Вот эти лепстики, звукосниматели Дан Электровские. Но это какой-то коралл. Не знаю, может быть, кто-то знает историю, как так получалось. Ну, вот Дан Электро тоже такие же лепстики. И это вот, кстати, Дан Электро уже, насколько я понимаю, баритон. 30 дюймов с толстенными струнами. То есть, такая бас-гитара. То есть, не бас, в смысле, как гитара, а бас-гитара. То есть, что-то такое комбинированное. И количество ладов, да. То есть, 13-14-15 ладов на этой гитаре. Просто великолепно. Ну, вот такой какой-то люхари вариант. Дорогой инструмент, судя по всему. С кучей ручек. Некая супра. И, опять же, обратите внимание на количество тумблеров. Шесть тумблеров, достаточно массивных. Видимо, они какие-то режимы включают или фильтры включают. Машинка, опять же, как на... Вот это практически один в один Ураль. Уральская... Ураль. Уральская машинка. Уральская тремоло. У меня просто Урал за спиной. И вот машинка там практически идентичная. Вот, еще некий Мюрф тоже встречается. Иногда, когда пытаешься найти винтажные инструменты. Ну, кстати, достаточно симпатичная гитарка. Плохая фотка, но прям такой футуризм-футуризм. Ну и еще небольшой сборник. Интересная гитара. Не все удалось идентифицировать, но тем не менее. Интересные металлические такие, да. Крышки на синглах. И огромная прижимная пластина на струны. Не помню, чей это каталог. Ну, очевидно, чей-то старый японский. Это у нас супра-астронавт, по-моему. Астротон. Супер-астротон. Да, корпус, конечно, дичь. Обратите внимание, один звукосниматель по центру и пластиковый порог. Без опознавательных знаков. Агресс вот, кстати, симпатичная гитарка. Я бы хотел себе такое. Прям выглядит здорово. Ну, видимо, и ухоженная. Так. Это я не знаю. Напишите, с чем у вас ассоциируется эта гитара. Ну, в частности, корпус. У меня почему-то с сидушкой от туалета деревенского. Просто, без комментариев. О! Считайте полуакустическая банка-балалайка с акустическим грифом. Ну, реально, гриф как от акустики, да? Это, кстати, эпифон. Не знаю, может быть, даже японский эпифон. Это у нас плохо отсюда видно название. А, First Man Liverpool. Ну, видимо, отсылочка на Beatles. Голова такая, как у скрипки или виолончели здесь закрученная. Ну, и в целом, достаточно дорогой, видимо, был инструмент. Перламутр на грифе. Это фуджиген. Как это ни странно. По-моему, это каталог гаэтоновский. Да, это гаэтон. Не помню, что. Ну, вот какое должно быть просто чувство вкуса у человека, который вырезает такой корпус к такому грифу. Ну, специфическая. Специфическая, мягко говоря. Компактная какая-то мини-гитарка с одним нековым датчиком. Ммм, симпатичная. Кстати, да, вот опять же, как у Fender, не забывай, как гитара называется, его бренд со смещенными вот этими сингла-хамбакерами. Тоже не чёток, не чёток. Вот это вот корпус, точнее, даже не корпус, а вот эти накладки выпуклые, про которые я уже говорил. И вот эти переключатели очень похожи на гаэтон, но это какой-то Douglas. Вот, странно. Очень странный инструмент. Опять же, вот именно в плане корпуса, вот, отсутствие нижнего рога. О, Enterprise. Enterprise, практически Enterprise. Опять же, с этими датчиками, как на советских гитарах. Kent, по-моему, это какие-то довольно дорогие были гитары. Вот это прям гитара почти из бременских музыкантов. Зачем такой огромный рычаг? Серьёзно. Просто огромадный. Опять же, один датчик по центру. Ммм, дэм. Очень, очень интересная гитара. Кто там что говорит про Урал и количество переключателей, всяких тумблеров? Это у нас что? Это у нас секова ментор гитар. С дикими, вот такими рогами закручивающимися, фендеровской башкой. О, кстати, это тоже с секова-сикова-секова-гречиан. Обратите внимание на звукосниматели. Тут на каждой струне по одному звукоснимателю они вот так лесенкой вверх поднимаются, сдвигаясь от бриджа к грифу. Ну, тут без комментариев. И вот согласитесь, что на фоне этого советские электрогитары кажутся весьма трендовыми. Другое дело, что массовое производство тех же Уралов было начато, по-моему, в 1975 году. В то время, когда остальной мир уже перестал нюхать порошок в таком количестве и вернулся к нормальным классическим формам. А у нас Урал практически не менялся до середины 90-х. Правда, все это не отменяет того факта, что Уралы, Айлиты и другие советские гитары мало походили на своих западных и восточных собратьев в плане качества. Все-таки для того, чтобы гитара хорошо звучала, доставляла удовольствие при игре и была долговечной, нужно соблюдать, скажем так, некоторые правила. Это и выбор материалов, дерево, покрытие дерева, сушка, подготовка, качество фурнитуры, электроники, правильность электроники, коммутация, то есть там правильные потенциометры, правильное количество переключателей, а не там миллионы тумблеров, которые непонятно за что отвечают. И вот с этим, к сожалению, у советских инструментов была проблема. В заключение хочу сказать, что лично мне нравится копаться в истории электрогитар. И если отбросить предвзятость и привычки, то многие из тех гитар, которые вы сегодня увидели, были отличными инструментами. Они появились тогда, когда их ждали и практически полностью исчезли, когда в них пропала необходимость. Очень надеюсь, друзья, что сегодня вы узнали что-то новое и чуть-чуть расширили свой кругозор. Кстати, многие из этих гитар, и сегодня можно послушать, есть коллекционеры, которые их собирают, восстанавливают. Я оставлю несколько ссылок в описании. Один из таких сайтов, Droning Guitars, многие фотки я взял с этого сайта. И там есть примеры звучания различных гитар. И, кстати, там же вы можете найти более-менее нормальный такой тест восстановленного, нормально работающего Урала. В целом, все эти гитары звучат как обычные электрогитары, но с определенной спецификой по звукоснимателям и конструкцией некоторых инструментов. Если у вас были какие-то из этих инструментов, то напишите в комментариях. Друзья, не забывайте, что у меня есть промокод на скидке. В магазине Skif Music это 5%, в Struhnkeru 7% и в магазине Almarketash 10% и бесплатная доставка от 1000 рублей. Огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки, комментарии. Если вы не подписались на канал, то подписываемся, жмем колокольчик, чтобы получать уведомления. И огромная благодарность всем моим спонсорам на YouTube, Патронам и Бустерам. А с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok